До недавнего времени залинейная часть города сильно отличалась от центральной, и жители жаловались на то, что про них совсем забыли. Ситуация постепенно начинает меняться в лучшую сторону. Люди замечают положительные тенденции. Вот у нас дороги делают сейчас, площадки везде. За последнее время изменилось что-то? Косят, убираются хорошо. У нас всё хорошо. Хорошо на Гидре, вот хорошо всё. Мы там живём. Возле школы мы живём, всё хорошо. Вообще-то изменилось, потому что у нас появились и детские площадки, и спортивные площадки. Но траву не косят. А где наш частный сектор, там у нас вообще как-то мы немножко в запустении. То есть есть и положительные, но есть и над чем работать. Да, конечно. Стало лучше, конечно, заметнее. Площадки детские появились. А вот сюда бы хотелось бы ещё для таких маленьких детишек со спинкой. То есть какие-то малые формы для малышей? Да, здесь-то уже повзрослее, а вот для таких вот детишек бы, чтобы посадить и сама покаталась. Как отмечают жители, ещё есть над чем работать. Знает об этом и администрация. Руслан Шахшаев вместе с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями приехал пообщаться с людьми, выслушать их проблемы и пожелания. По его словам, такие встречи помогают наладить контакт с раменчанами и более продуктивно планировать работы на предстоящие месяцы. Очень важно, вот я сегодня это увидел, не сколько дать обещание в будущей решённой проблеме, не сколько важно отчитаться за решённой проблемой, но очень важно ещё и человеку просто разъяснить его вопросы, кому он должен подойти, с кем он должен пообщаться. Также очень часто вижу и услышу вопросы, которые касаются парового поля. И, в принципе, наша встреча направлена и на ликвидацию, так скажем, на определённые какие-то ликбезы, чтобы человек себя чувствовал комфортно, являясь заказчиком и клиентом услуги муниципального и жилищного характера. Вопросов у людей много. Как глобальных о дорогах, взаимоотношениях треугольника, застройщик, управляющая компанией и собственник жилья, мусоре, так и тех, которые волнуют отдельно взятых граждан. Был выслушан каждый крик души, и по большинству из них ответы дали прямо на месте. Возникают вопросы. Вопросы очень простые. Это освещение, это благоустройство, это качество содержания территории. Но это простые вопросы. Есть вопросы, плохо подметается, значит, нужно подметать лучше. Как раз-таки на этой встрече со мной присутствуют руководители нашей структуры, которые занимаются уборкой территории. Здесь находится отдел благоустройства, который планирует благоустроительные работы на следующий год. Есть вопросы, касаемые чистой воды. У нас тут только что была заявка по некачественной воде на улице Куйбышева. Водоканал туда поедет с лабораторией, сделает замеры. И в случае действительно выявления каких-то нарушений, отклонений, проведет работы для того, чтобы все-таки в залинейной части тот заявленный уровень, который мы заявили еще в прошлом году, введя в эксплуатацию станцию безжелезования, был выдержан по всем точным адресам. Подобные выезды планируются каждую неделю. Анонсы будут регулярно размещаться в средствах массовой информации, а также на досках объявлений. По мнению представителей власти, в этом деле главная регулярность. И тогда результат совместной работы не заставит себя ждать. Ирина Зинченко и Михаил Лебедев для программы «Городские вести». Продолжение следует...